Здравствуйте! Сегодня наша лекция будет посвящена такой теме, как выученная и личностная беспомощность. Поговорим о том, что это такое, чем выученная беспомощность отличается от личностной, и почему о формировании личностной беспомощности у детей важно знать родителям и учителям. Прежде чем мы начнем, нужно сделать краткий исторический экскурс. Во второй половине 20 века был такой исследователь Мартин Селегман. Так вот, он ввел понятие выученной беспомощности. Вообще, в жизни как выглядит выученная беспомощность? Есть некоторая стрессовая ситуация, сталкиваясь с которой человек или какое-то животное не пытается разрешить эту ситуацию. Оно страдает беспомощностью, оно страдает от этой стрессовой ситуации, но не пытается как-то решить возникшую проблему. Очень характерным примером были эксперименты, которые проводил как раз Селегман. Он садил собак в коробки, где их периодически било током. И там были панели, нажав на которые носом, собаки могли прекратить это воздействие. Но у одной из собак эта кнопка не работала. И она пыталась, нажимала на нее, но ее продолжало бить током. И что характерно, когда эту собаку поместили в аналогичные условия, но там данная кнопка была рабочей, собака даже не пыталась на нее нажать. Она не пыталась ничего сделать, чтобы прекратить вот это стрессовое воздействие, которое с ней происходило. Она сворачивалась в клубок, скулила, дрожала, но она не пыталась преодолеть вот эту проблему. В этом заключается сущность выученной беспомощности. Было проведено множество экспериментов на самых разных животных. И закономерно со временем эти эксперименты стали проводить и с людьми. И на людях оказался тот же самый эффект. Люди, попадая в стрессовую ситуацию, которую они не могли решить по объективным каким-то причинам, попадая в аналогичную, даже не пытались этого сделать. Они просто ждали, когда внешние негативные обстоятельства сами собой изменятся, но ничего для этого они не предпринимали, даже тогда, когда это можно было бы сделать. Как выученная беспомощность выглядит в жизни на примере школьников? Мы можем заметить, особенно для учителей это характерно, когда кто-то в классе, какой-нибудь ребенок отдельный, не может справиться с какими-то заданиями по тому или иному предмету. То есть он пытается, но не получается, и в какой-то момент он просто бросает это. Он даже не делает никаких попыток, он не старается, он просто получает двойки, и, собственно, у него как бы опускаются руки. И учителя обычно не понимают, что с этим делать, и списывают это на лень или еще на какие-то проблемы. А на самом деле, как правило, это как раз таки и говорит о выученной беспомощности. Но у теории выученной беспомощности есть некоторые ограничения. Дело в том, что выученная беспомощность, она рассматривает вот этот феномен, как состояние, которое является временным, которое проявляется лишь в каких-то специфических ситуациях, и не берет этот вопрос, не рассматривает его комплексно. Преподаватели, которые сейчас работают у нас на кафедре, в конце 90-х начали разрабатывать теорию личности беспомощности, которая уже целостно подходит к развитию беспомощности у детей в процессе воспитания. Они провели множество исследований, которые привели их к некоторым неожиданным выводам. Их исследования привели к следующим выводам. Есть четыре основных типа воспитания, в результате которых у ребенка формируется личностная беспомощность. Тут важно отметить, что не одно только воспитание на это влияет, но оно является основным фактором. И это такие типы воспитания, как гиперопека ребенка, высокая моральная ответственность, предъявляемая ребенку, жестокое обращение с ребенком, в том числе и физическое насилие, но и моральное, так же может рассматриваться как жестокое. И непоследовательное воспитание, когда ребенок, совершая нитередействие, даже не знает, вот сейчас его похвалят, а потом наругают его, не знает, чего ожидать от родителя. Соответственно, выделяют три основных типа личностной беспомощности. Это адаптивный, защитный и манипулятивный. Адаптивный тип воспитания характерен для семей, которые предъявляют высокие моральные требования к ребенку. Защитный для семей с жестоким типом воспитания, и для семей с непоследовательным типом воспитания. И манипулятивный для семей с гиперопекой. На этом, в принципе, все. Будут ли у кого-то какие-то вопросы? Такой вопрос. Как родителю предотвратить у ребенка формирование личностной беспомощности? То есть, именно на практике. Как нужно или не нужно себя вести с ребенком? Дело в том, что личностная беспомощность неразрывно связана с такими вещами, как самооценка и так называемый атрибутивный стиль. То есть, то, как ребенок сам себе объясняет хорошие или плохие поступки, которые с ним происходят. Он говорит, я во всем виноват. Или он говорит, что все в порядке, это временные трудности, это несправедливая жизнь. Вот это атрибутивный стиль. И личностная беспомощность связана с этими двумя факторами. И, соответственно, очень важно вам, как родителю, поддерживать высокую самооценку ребенка. Хвалить его. Если у него что-то не получается, давать ему понять, что это не катастрофа. Даже если у него довольно длительное время, какой-то ряд ситуаций, там негативных произошел, важно дать ему поддержку и сказать, что это не катастрофа, что это нормально, иногда что-то не получается. Естественно, важно не укорять его, наоборот, что у него ничего не получится, он бездарный, как это иногда слышим, к сожалению. И что касается вот этого атрибутивного стиля, важно давать ему понимать, что он несет ответственность за свои поступки, что есть объективные обстоятельства, что в случаях, когда у него что-то не получается, ну, бывает, не то, что он от природы какой-то не такой. И когда у него что-то получается, давать ему понять, что это он сам сделал, он молодец, это не то, что ему повезло, да, как формируется мышление соответствующего детей. Ну, собственно, вот так. Субтитры создавал DimaTorzok